Добрый вечер дорогие друзья, привет всем хорошим людям. Друзья, сегодня, как мы уже привыкли говорить, такая большая солянка. Я долго думал, знаете, я вначале хотел поставить хорошие ролики, потом такие у многих вызывающие ненависть, жесткие ролики российской пропаганды, закончить хорошими. Долго думал, а потом все-таки решил нет. Мы сначала вылим все помои пропагандистские, которые рассказывают о хороших людях, пропагандоны и перейдем уже к роликам, которые в конце, надеюсь, подчеркнут те позитивные отношения, которые существуют между белорусами и украинцами. Та степень доверия, понимания друг друга, как в мыслях, как в языке, так и отношения к свободе. Поэтому не будем растягивать ролик, начнем с самого начала. В белорусское интернет-пространство попал видеоролик, где берут пенсионера к интервью, по-моему, в городе Гомеле, где не отвечают, насколько они сильно любят диктатора Лукашенко, то есть ебатьки. Но там самый главный финиш, насколько четко даже ебатьки, вы услышите, понимают, что же произошло в республике Беларусь. Поехали. Может быть, вы что-нибудь загадали? Загадали. Чтоб Лукашенко еще долго жил, чтоб Беларусь существовала. Не будет Беларусь и не будет нас. Мы же белорусы. А может быть, что огорчило в 2021-м? Что порадовало? Ну, огорчило нас, что нас огорчило? То, что было у нас, это за веруха в Минске. Вот огорчило. Это самое большое расстройство, огорчение. А порадовало? А порадовало то, что мы выстояли. Выстояли, защитили свою страну, вот и все, Беларусь. 80% было против Лукашенко, но мы рады, что нас 20% и мы победили. Мы за это. Ведь все, что они говорят с самого начала, оно же чистая копия пропаганды. То, что вливал диктатор, то, что вливал озаренок. Отстояли страну, не дали завоевать. Польша, там, не знаю, Литва, может быть, хотела забрать территорию Республики Беларусь. А, ну да, там 150 джипов хотели штурмовать резиденцию, я помню. Ну, удивил финиш, что пропаганда не смогла убедить людей. Все равно то, что они видели на улице и то, что происходило в городах, что против диктатора 80%. Это минимум. Железобетонный. И даже ебатьки это прекрасно понимают. Дальше я бы вам хотел показать... Я вам забыл в позапрошлом видео дать этот кусочек. Мой самый фриковый пропагандист Russia Today, гей на передержке, напоминаю официально его телеграм-аккаунт, он рассуждал, как он будет жечь украинцев на Крещатике. Поэтому, кто уже к пропаганде привык, улыбнитесь, а кто нет, держите свои телефоны крепко, можете разбить. То, что русские вошли с ультиматумом. Значит, никогда Украина и Грузия не должны вступить в НАТО. Потому что появился шанс, что это произойдет при действующем президенте. И его наследие... Потому что Украина, это вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Или вписывает все, что мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на лобном месте. Нет, посожжем ее на Крещатике, вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Тогда они побегут от тебя в НАТО просто... Нет, 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 они все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы, welcome home. Вот так вот, друзья. Видите, сегодня Лавров говорил, мы вежливые люди. Мы всех к себе в союзы приглашаем на добровольной основе ласково и вежливо. Ласково и вежливо Russia Today озвучила, как это будет происходить. Мне подписчики сбросили в мой телеграм, в бот, видео. Я, к сожалению, еще не знаю, что это за канал, потому что там звездочка нарисована. Я его не видел, еще не анализировал, только в комментариях прочитал, что этот, который тут про Украину много рассказывает, был осужден, сидел в тюрьме. А теперь он стал на российском ТВ великим блогером. Ну, там, прочитаете про него. Здесь вот больше всего два телеканала, я вам показываю. Тема Украины не уходит. И они людям постоянно рассказывают, что надо сделать с Украиной. И при этом все смеются. То ли они смеются от того, что считают, что они все великие имперцы, то ли они смеются от того, что им уже смешно 8 лет этот бред рассказывать каждый день на телевидении. Сохранять лицо перед обывателем. В общем, будет война. Главная проблема исходит и от Украины. Не будет Украины, не будет и проблемы. Знаете, вот просто... Не будет украинской власти в нынешнем виде. В нынешнем власти, хорошо, вот эту формулу, вот, ликвидируем, значит, вот это вот государство Зеленского и Порошенко преступное, давайте так называть, толерантно. И тогда и проблем, не о чем говорить. А по поводу всего остального, давайте вернемся в 1939 год, когда мы решали вопрос с Финляндией. Нам объявляли моральное эмбарго, Британия поставляла бомбардировщики. То это не мешало через несколько месяцев или там полтора года с нами вместе воевать против Германии. Поэтому ничего страшного не будет. Ликвидируем вот эту преступную власть на Украине, и вопрос закроется. Нам Прибалтика не нужна. Мы до этого никаких, значит, не говорили, убирайте базы. Мне не надо, я не напоминаю. Очень нравится Максим Фомин, пока все политкорректно, значит, ну, нам кажется, этот, война будет. И дальше началось. Друзья, ведущая просто счастлива. Война будет, ура, война будет, давайте об этом говорить, война будет. А еще этот имперец, молодой недожурналист, видать, нарушил правила, потому что он сказал, мы хотим завоевать и уничтожить только Украину, а страны Балтии нам не нужны. Вы слышали, как все в студии возбудились, неправильно, нарушающий пертуар, мы восстанавливаем Советский Союз. Я, кстати, сегодня прочитал, что, оказывается, там, 30 декабря, по-моему, в конце этого года или какого-то там декабря, будет 100 лет создания Советского Союза. Путин очень сильно хочет отметить эту дату, и поэтому для него этот год решающий, как раба на галерах, который пытается восстановить невосстанавливаемый Советский Союз. Вот. А дальше я вам, друзья, хочу показать, в принципе, из-за чего я снимал это видео. Потому что следующее видео, я считаю, оно должно стать видео недели. У нас в Украине есть один большой блогер, тиктокер, который раздает разные подарки людям бесплатно и снимает их реакцию, какие-то пожелания добрые и тому подобное. И вот он на Крещатике раздавал подарки в одежде Деда Мороза и снял реакцию одного человека. Вот эта реакция подчеркивает всю настоящую искреннюю любовь Украины к Республике Беларусь и ее борьбе. И любовь белорусов к Украине в ее борьбе. А вместе мы точно победим этого диктатора и одного, и второго. Поехали. Я считаю, это видео недели. Это позитив. Спасибо. Вы хотите от меня брошить и на двор отхожите нечто подарить. Там целая сетка. Это мне. Спасибо. Оп, 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 оп. Я ожидаю, чтобы все белорусы светлые вернулись домой. Чтобы наш диктатор в конце концов куда-нибудь снял и у нас, и у вас. Во всех было доброе. Во всех был мир. Во всех было счастье. И как мы были свободными, в конце концов могли нормально жить и ничего не бояться. Вот так, друзья. Добрые, светлые глаза наших женщин Украины и Республики Беларусь. Они всегда рядом с нами. Поэтому мы должны делать все, чтобы наши страны были свободны и им не угрожали диктаторы. Знаете, если вы досмотрели до этого момента, обязательно подпишитесь. Потому что мы с вами на одной волне. Лозунг нашего канала. Слава Украине, живи Беларусь, лга Казахстан. Но закончить бы это видео я бы хотел одной потрясающей песней. Которую мы все одинаково любим и мы одинаково понимаем. В отличие от имперцев. Хорошего вечера. Приятного прослушивания. Там, где вечную песню пей беловежа. Там, где неман На заходе помнить Ворожью кровь Где на узвышех новоградских Дремлют суровые вежи И вишневые хаты Глядятся в широкий Днепр Ты ляжешь Там, где синяя прыпять Ласково льется Где София Плыве над тяною небы Корабель Там, где сердце мое с першим кроком Як молод забьется Колеб навык Сляпым и глухим я пришел Дать обед Что слепым Навод мертвым Успомню высокие озоры Над ракою Жервоный и тьмяный полет Кожанок Белый ветер из нагорных, на синих Як мор и озера И бары океана И небо разбило И льду Где мой край Там, где люди не колют Не будут с рабами Что за полюку Носят термо В безнадеянной турме Где осилки Хлопцы молодыми Взрастают дубами А мужчины Как скалы Как скалы ударишь И сломится меч Где мой край Продвеку Гуджить моему Булатный клинок Тая гордая Моя Кую Тады не забудем Колесом Со землей В опошне Затыпеться Пятость Жизнь Гузьми Тебе Пято Ты наш всяк, что никому на свете, никому, никому, не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тебя чом змаевать. Мы клянемся Тобе, борозной своей першей на поле, и опушней, раллей, на якую падем у журбель. Мы клянемся Тобе, что Николе, 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 так Николе не кинем, не кинем тебе. Спасибо.